Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры. Меня зовут Вячеслав Лосей. Родом я из Бельц. Такой город есть на севере Молдавии. Бельцы говорят, я даже уже рассказал сегодня, говорят, Кишнева столица Молдавии, а Бельца столица Европы, потому что Бельцы все в Европе разъехались. Оттуда я живем в Миннесоте, в Миннеаполисе, несем служение в церкви Вифания, отвечая за отдел гостеприимства в Вифании и безопасность церкви Вифания. У нас в отделе четыре таких подотдела ашеры, это отдел братья, которые отвечают за гостеприимство, распорядители в церкви, в основном у нас ежедневно на служениях. У нас четыре-пять ашеров есть внутри, у нас наряду с этим есть еще братья внутренней охраны, которые как ашеры, одеты как ашеры, красиво в костюмах, как все остальные, но они обычно в коридорах, в преддверях служат, несут служение для безопасности, чтобы не было зло, не могло войти в Дом Божий. И у нас каждый день, когда у нас служение, у нас примерно четыре-пять уличные охраны, которые братья в униформе, секьюрити-униформе, красивая униформа, с беджами, как положено, несут служение с рациями, братья на парковке, помогают парковать машины, помогают заходить людям в здания. И в то же время является такой, вроде, repellent для тех людей, которые хотят зайти и сделать зло, или хотели бы сделать зло, да не получается у них, потому что у нас видно на лицо, что есть присутствие службы, которая одобряется властями, и власти даже просят, чтобы охрана была при церкви. Церковь наша имеет почти 700 членов, и чуть-чуть такая, как ваша, и поэтому нужда большая есть в служении. У вас, настолько я вижу, тоже братья несут служение, у вас еще не распределилось служение так четко на структуры, но слава Богу, что вы есть, и слава Богу, что отвлекаетесь. И еще есть просьба, чтобы больше откликнулись. Те люди, которые, братья, которые не несут нигде служения, где нигде не участвуете, нигде ничего не делаете, или даже где-то вы участвуете, но у вас сердце лежит, что ваши дети были в безопасности, чтобы никто не мог повредить вашей семье, вашим семьям, духовной семье вашей, то включайте служение. Вам нужны еще люди, на каждом служении нужны люди в вашей церкви. Подходите к брату Дмитрию, брат Дмитрий, пожалуйста. Вот брат, он очень, казалось бы, просит много, но нужда серьезная, братья, у вас. Так же с вами приехал мой сын, он учился, обучался в файер-департменте, он немножко помогал нам с файер-сингушек, он помог нам даже огонь потушить на параковке. Вчера обучал нас, братьев, и это было очень полезно. Было у нас вчера, за эти три дня нас было прилило всех вместе со служивающим персоналом, было где-то человек 70, наверное, всех вместе, примерно так. Слава Богу, слава Богу за ваше служение и за то, что вы откликнулись и сделали это все. Я еще не коснулся Медвеста, в Медвесте мы организовали этот отдел в Медвесте гостеприимства, порядок, и брат Владимир Степанович, и передо мной президент нашего братства, он будет сегодня участвовать тоже здесь. Так Господь сделал, что мы встретились в Бракском совете и удивились, как мала земля наша, как нас Господь везде, мы встречаемся, слава Господу за это. Итак, друзья, у нас проводилась эта конференция, и мы проходили следующие темы этой конференции. У нас было несколько семинаров. Первый семинар был об организации отдела при церкви, чтобы функционировали все эти четыре структуры, распроедителей, отдел встречи при дверях, чтобы внутренняя охрана была, наружная охрана была. Об этом мы говорили. Второй семинар был об эвакуации церкви и церковных школ. В этот материал, или в эвакуацию церкви входило пять таких пунктов. Эвакуация при пожаре, как это делать, и мы немножко объясним этом сейчас, чуть попозже. Второй был, эвакуация при землетрясениях, при стихиных бедствиях, как это делать, эвакуацию, чтобы не было никаких лишних вещей. Как эвакуироваться при взрывах, если есть взрывы. Как эвакуироваться при church shooting. Вы знаете, что это такое. Это уже на сегодняшний день реальные вещи. Это совершается очень часто. И, если вы слышали, на прошлой неделе было, shooting в школе было в Лос-Анджелесе. Это было только 85-е в этом году в школе. Случай, вооруженный случай в школе на территории Америки. 85-е по счету. Не включая церквей, не включая других легионных заведений и говермент билдингов. Поэтому это серьезные вещи. И об этом мы тоже говорили. Мы проходили тренинг, своего рода тренинг с братьями. Поэтому, как уберечь церковь в нашей семье, если такое может произойти. И если подобное что может произойти. И у нас было также последнее. Это hostage-taking situation. Как нужно вести себя в таких ситуациях, когда люди берутся в заложники. В моей жизни было это несколько раз. Был один раз очень серьезный случай, когда мне надо было прямое участие в этом иметь дело. На работе, поэтому я вам скажу, это серьезные вещи. С этими вещами играть нельзя. Поэтому, когда подобная ситуация случается, и необходима эвакуация, то братья-пресс-фитеры, братья-служители и те, кто дежурит при церкви, они сообща работают. Все должны быть очень послушными, выполнять все функции очень четко, правильно. И чтобы все шло синхронно, чисто, красиво и спокойно. Итак, эвакуация в церкви. Пожалуйста, я сейчас, если можно, включите, Михаил, эвакуация в церкви. Мы маленький проведем вас через бруилл, который мы проходили с братьями. На сегодняшний день это реальные вещи. Эти религиозные заведения, они были подожжены в течение четырех лет в одном городе. Три здания сгорело в течение четырех лет. Это в одном городе. Церковь, церковь, синагога. Это синагога была сожжена до тла. Это молитвы на дома были сожжены. Только потому, что они относились к религиозным категориям, классу, как говорится. Есть люди, которые не любят, просто не хотят добра видеть другим людям. Не хотят, не рады видеть благословению. Они не могут спокойно жить, когда у кого-то есть благословение, или куда есть единство, где есть дети, где есть семьи, где есть счастливое будущее. Многие люди, которые несчастливы в этом жизни, они не могут это спокойно осмирять с этим. И вот следующая церковь. Большая баптистская церковь в Луизиане, которая до тла была сожжена, или сожжена была главная часть здания. То есть это реальные вещи. Это сын мой вчера обучал нас, как пользоваться правильно этими фаринг инстингушерсами, или огнетушителями в разных случаях, при разных ситуациях. В китчен, например, идут только одни огнетушители, которые там в той территории находятся, в зале другие. И как им не пользоваться? Это мой сын на тренингах их в колледже. Итак, мы пришли, коротко я вам скажу об эвакуации. Эвакуация при пожаре. Друзья, это серьезные вещи, реальные вещи, и мы должны знать это, потому что власти каждого штата требуют, чтобы каждый паблик-плейс, каждый плейс, где есть количество собирается, какое-то определенное количество людей, они должны производить эвакуации в билдингах. Они должны знать, как они должны выходить, они должны знать, как себя вести, чтобы не было сложностей, чтобы не было проблем, и не было проблем при эвакуации. Люди погибают, потому что не знают, что делать. Русский самолет, который загорелся недавно, буквально недавно, практически погибли люди из-за того, что передние ряды брали вещи свои, начали вытаскивать. Вместо того, чтобы выходить, люди начали вытаскивать свои вещи. Вместо того, чтобы спасать себя и освобождать проход, они вытаскивали свои вещи, и паника началась, грубость такая началась. Все эти люди не пропускали никого, потому что им нужно было выйти первыми со своими вещами. Вещи были дороже, чем в жизни других людей. Погибло большое количество людей из-за этого. Поэтому порядок есть порядок. Когда что-то происходит, братья объявляют, что вам нужно, нам нужно будет покинуть это заведение. Все должны выполнять правила очень строго и очень чётко. Их должны быть очень тактичными. Первое. Нужно определить место, где происходит пожар. Если он на кухне, допустим, все направляются в те стороны. У вас там два выхода, и там выход, и там выход. Вы красиво выходите в те стороны, направляйте в ту сторону. Это ещё не всё. Если пожар в этой аэрии или взрыв в этой аэрии, все направляются в эти стороны и красиво выходят в те стороны. Как это делается? Первое. Сохранение спокойствия, никакой паники. Это касается, кстати, и стихийных бедствий тоже. Никакой паники, полное спокойствие. Определить нужно место очага пожара, определить направление эвакуации в противоположную сторону от очага пожара. То есть, как я сказал, если направляемся в ту сторону, значит, направляемся в ту сторону, если пожар там или взрыв там произошёл. Итак, собери всех членов твоей семьи, где бы ты ни находился. Те, кто возит тебя, ты за них отвечаешь. Красиво приготовить всех. И направляться будете к выходу, когда подойдёт ваша очередь. Следующий момент. Не бери лишние вещи. Если у тебя есть коляска, если у тебя есть сумки, если у тебя есть вещи, в этот момент ты берёшь только детей, красиво выходите, ждёте своего выхода. Потому что коляски, вещи, нагроможение в пароходе может стоить кому-то жизни. Почему? Потому что не пожар убивает людей, а убивает токсичный дым, который вот в скамейках есть, в губке, в карпете есть. Он может убить быстрее, чем даже погибнут от пожара люди. Люди теряют сознание, и это там может быть поражение. Поэтому все работаем синхронно, красиво, дружно выходим. Не берём вещи. Выходим по порядам. Допустим, если мы выходим в сторону этого эксида, или мы выходим в сторону этого эксида, допустим, мы выходим, я показываю на примере. Если мы выходим в сторону этого эксида, поскольку он ближе ко мне, первый ряд выходит первым, в очерёдности, не делается путаница. Ряд прошёл первый, второй ряд выходит за ним, туда же, третий ряд выходит. Один с другим ряды выходят к выходу, чтобы не создать паники, чтобы не было давки, и чтобы мы не потеряли ничего и никого не оставили. Следующее. Поочерёдный ряд за рядом. Помогай престарелым инвалидам, если нуждаются в помощи братья, сёстры, под ручку взяли, помогли выйти, очень красиво, аккуратно делаем эти шаги. Не бежать, во избежание давки, нужно идти очень спокойно и соблюдать очерёдность. Красиво за ручки взялись с детками, по двое можно выходить к выходам. Следующий момент. Все собираются на улице на одной территории. Самая открытая территория у вас, самая большая территория у вас за церковью в том месте. Когда выходим из церкви, выходим, допустим, через эти выходы, через этот коридор прошли, кто-то вышел. Все идут в ту сторону, в сторону выхода, желательно выходить из здания молитвенного дома. То есть, если вышли сюда, по улице проходят в конец здания и собираются на площадки. Если вы через эти двери, желательно, чтобы вы выходили сразу на улицу, выходили по площадке. Ашери, секьюрити, кто у вас есть, они пробегают ещё по коридорам, смотрят залы, проверяются, там нету осталось детей, в туалетах где-то. Если у тебя чисто, говорят, здесь чисто, идут дальше, до следующей комнаты, и так очищается здание полностью. Пожар может быть в одном месте, а газ может токсичный быть в любом месте. Поэтому нужно это делать быстро, аккуратно, и нужно сделать в течение двух минут. Это очень нелегко. Для этого нужна организация дисциплина. И следующее. Когда вы собрались на улице, перекличка. Все есть ваши детки. Все классы есть в воскресной школе. Учителя проверяют своих учеников. Все ученики есть. Если все есть, всё хорошо, не возвращаемся. Если нету, и пожарных ещё нету, то по два человека нужно вернуться и помочь людям выйти из здания молитвенного дома. Итак, инвалиды на колясках. Конечно, это ещё один вопрос. Как инвалиды на колясках, которые на колясках такие управляемые электрические? Они выходят, если они здесь находятся посередине этого зала, они выходят в тот момент, когда освобождается один из выходов. Их помогает выйти им в выходы. Или их выносят вместе по очереди со всеми остальными людьми, чтобы коляска где-то не застряла в проходе и не было у нас ненужных поражений. Итак, время ушло. У меня осталось три минуты на слово от Господа. Пожелание всем братьям вашей церкви. У меня было такое пожелание или такое слово. Иисус сказал в молитве своей, в первосвященнической молитве, в 17 главе Иоанна, «Из тех, кого ты мне дал, я сохранил. Из тех, которых ты мне дал, я сохранил, и никто из них не погиб. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых ты мне дал, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели». Даст будет описание. Друзья, цель служения была Иисуса. Мы видим, спаси всех нас, но заметьте, что все, кому ему Бог доверил, он никого не потерял, никого не утратил. И пожелание мое всем вам, братьям, сестрам, семьям, чтобы мы здесь никого не утратили, чтобы мы, живя на земле, никого не потеряли. И маленький пример наставления всем, к тем, кто был вчера и кого не было вчера, вчера и позавчера в эти дни, к тому не было из братьев. Такое наставление будет, своего рода краткое наставление, на основе жизни Давида или на примере жизни Давида. Давиду и молодым братам, побежу пожеланиям молодым братьям нашим, какие бы вы ни были, чтобы вы были посвящены Богу все, чтобы все нести служение, тогда вам легче будет в жизни вашей и детей своих сохранить, и семьи свои посетить Богу, и ваши дети тоже будут славить Бога. Итак, Давид сказал такие слова, он Галиафа сказал, «Ты идешь против меня с мечом и копьем, и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Савоофа, Бога Израилева, Бога воинств израильских, которых ты поносил, и ныне предаст тебе Господь руку мою». Это сказал Давид Галиафу. Сила у Галиафа была неимоверная. Давид был молодым юношей, но что интересно, Давид очень полюбился Богу. Что-то его отличало от всех остальных юношей, которые находились в Израиле в то время. Давид отличался чем-то особенным, и мы это рассмотрим с вами вкратце. Итак, первое, у Давида было хорошее качество. Какие были хорошие качества у него? Он был добросновестный, он занимался физическим трудом в доме отца своего, он отвечал за паству. Что интересно, их было 8 братьев, трое были на войне, старшие братья, четверо были где-то при работе, может быть, а Давид самый младший, он отвечал за паству отца. И что интересно, на него легла ответственность, даже более опасная, чем у тех братьев, которые были на войне. Этот человек искренне трудился, чтобы пасти овец отца своего, и в этом тяжелом труде у него работалась честность. Когда приходил злой зверь, он не мог смириться с тем, что кто-то возьмет то, что принадлежит его отцу, его семье. Он не мог с ним смириться, и он вынужден был защищать этих овечек отца своего. Это было первое доброе качество в нем, у него была честность. Люди, кто хочет стать честным, еще не честным немножко, начните работать тяжело физически, до отказа, до упора, и вы увидите, как вырабатывается в этом, когда начинаешь честно выполнять добросовестно свою работу, даже самую грязную. Но честность душой, ты увидишь, как у тебя вырабатывается это чувство. Я не могу обмануть, я не могу солгать. Даже больные и болеющие люди, они тоже не могут терпеть нечестность. Как можно, проходя через боли, смиряться с какой-то маленькой нечестностью? Даже в этом очищается душа их, они становятся более честными, справедливыми, более искренними, и тяжело такого человека сломать, сломить Богу. То есть тяжелое обстоятельство, они создавали в Давиде честность, создали это качество, честность. У него была ответственность, друзья. Скажите, Давид имел ответственность или нет, друзья? Конечно имел. Он понимал, что если нет, то кто поможет этим овечкам? Это все, что у его отца есть сейчас, в семье есть. Нет. Этот человек, юноша, молодой парень, он смело стоял за овечек отца своего, за семейство свое. Следующий момент. Ответственность. Он чувствовал ответственность даже за войско Израилево, которое боялось Голиафа. И он чувствовал ответственность за своих братьев старших, которые могли погибнуть, если этот необрезанный, поносящий Израиль победит. Конечно, Израиль будет в поражении. Братья не вернутся домой. Это была ответственность у него за братьев. Давид отвечал за братьев с душой своей тоже, за старших братьев. Итак, следующий момент. У него была ревность по Боге. Откуда ревность по Боге вырабатывается, друзья? От твоего личного общения с Богом. Он с детства отцам, семьей своей был научен, как ходить перед Богом щепетильно, как строго, как чисто ходить перед Богом, чтобы не ошибаться, чтобы не сделать ошибок. Он с папой, с мамой, они стояли перед Богом. Он научился с детства относиться с почитанием к Богу, к имени Божию. И может быть снимал шапку, когда имя произносилось Божье. А мы приходим в дом Божий в шапке, сидим, ногу на ноги бывает, шапка на голове, развалимся, а там имя Божие произносилось. У него был почет перед Богом, перед имя Божьим. Он с родителями вместе славил Бога. Это выработалось у него в душе, у Давида. Следующий момент. Он за имя Божие потом заступился, вы помните. Это была ревностью главной, которой он стал против Голиапа. Он знал, что я за Бога стану. Агата в Господней руке, жизнь моя. Если он позволит, я ее во имя Господа даю. Следующий момент, и будем, следующие два момента, мы будем заканчивать. Ревность по Богу у него была и послушание родителям. Он вместе с родителями трудился. Друзья, у него было общее с родителями. Как хорошо, когда дети наши вместе с нами славят Бога. Как хорошо, когда дети наши с нами делят наши трудности. И как хорошо, когда мы делим наши трудности с детьми. У нас проблемы, мы вместе молимся. Детки, у меня такая сложность, такая беда, такая проблема. Вы знаете, я думаю, это. Знаете, какая искренняя молитва ребенка, и как Господь ее слышит. Это особое благословение в каждой семье, где дети стоят в проломе молитвам за отца служителя, за маму за служение, за всех детей стоят. Это особое благословение в семьях, благословившие семьи, чтобы Господь и Бог через вас и ваших детей вот так вот слышал ваши молитвы ваших детей и благословлял вас и вашу церкву, ваших братьев и служителей. Все отрасли служения, чтобы ваша живая семья, духовная семья славила Господа. И последнее. Друзья, давайте посмотрим еще на последние пару моментов. Давид был псалмопевцем, что очень было приятно для Бога. Он славил Господа в музыкальных инструментах. Он псалмопевец сладкий. Он был человеком, который мог людей в пениях своих приближать к Господу. Это очень важно. Когда наши дети или мы с вами славим Бога пениями в хоре, где бы то ни было, Богу это очень угодно. Поэтому благословилось Господь, чтобы ваши детки с детства славили Бога. И еще некоторые вещи. У Давида были отработаны некоторые качества. Очень серьезные качества, которые я бы хотел. Или моя цель, или наша цель, чтобы эти качества были выработаны у наших детей, особенно у мальчиков, у молодых пап в семьях, у служителей при церкви, которые выполняли кем-либо служения. Это качество особое, твердое качество. Иисус никого не утратил. Он никого не отдал сатане. Он, кроме того, кто сам предал себя Юда. Напомните, Моисей сказал, не оставим и копыта, не оставим ничего этому миру, Египту. Мы обязаны сберечь все, что нам Господь дает, и еще больше приобрести для Господа. Но ни в коем случае не дать ни одного из своих детей, наркомании, мафии, алкоголю, чего-то другому, мы обязаны отвоевать всех. Не допустить их в Дом Божий. Злых делать ли кто приходит, чтобы сделать, украсть, убить, погубить. Мы воюем, мы стоим правами за них. Это делается Церковь Христова. И Давид своим примером показал такие вещи. Он научился защищаться, друзья. Он научился тактике. Он научился бою. Он заранее готовился, что если зверь придет украсть овечку со стада папы или нашей семьи, он должен был заранее увидеть эту беду. Он научился метанию камней. Прощой. Он попадал в точку с далекого расстояния. То есть у него было видение дальнего. Как говорится, он научился вести тактику дальнего боя. Он заранее ожидал или был готов, что если появятся звери, лев появится или медведь, он должен будет защитить овечек. Он должен был поразить этого страшного зверя. Попытаться на расстоянии поразить его. Он вырабатывал. И действительно это у него получалось. Потому что когда он Голиафу вложил камень в лоб, это было очень четко проработано. То есть Давид, на виду, что он имел хорошие такие качества божьи, и он был самый певец сладкий, он еще был воином с юности своей. Второе. Когда он нападал на льва, на медведя, забирать овечку, он отнимал их. Он не позволял зверю, который вкусил кровь и входит в бешенство, все-таки забрать эту овечку. Он забирал эту овцу. И если зверь нападал на него, смотрите, не он убивал сразу, а если зверь нападал на него, возвращался, он убивал этого зверя. То есть он и этому научился защищать овечку и защищать свою жизнь. И еще он научился защищаться, потому что он должен был не принести горе в дом отца своего. То есть человек-воин должен быть готов, научен всему. И это пожелание, чтобы ваша церковь была благословенная, чтобы мужи Божьи были сильны в Господе и все жило для Господа. Итак, честный труд, ответственность, ревность, бесстрашие, послушание родителям, слава Господу в музыкальном служении, бесстрашие. Это все были те были качества, которые были приятны для Господа в Давиде. Болоси Господь, чтобы все качества были у вас, и чтобы все мы были воинами, воинами Христа. Аминь. Будем молиться. Господь Бог, слава Тебе и хвала за этот чудесный день, за эту чудесную церковь, за благословенную церковь, за то, что, Господь Бог, ты ее благословяешь во всяком служении, Господи. Это твоя церковь, это твое тело, оно все функционирует, и слава Богу Тебе, слава Тебе за это. Прошу Тебя, Господь Бог, ты видишь, еще есть, если есть слабые места, а они есть, в каждой среде есть слабые места, ты благослови мудростью создать эти места, ты благослови братьев откликнуться на служение, и быть этими жертвенными сосудами, которые искренне до конца посвятят себя на это служение, чтобы они могли в церкви Христовой быть этими рабами, угодными Тебе, как сынокореевые, как дьяконы церкви, как воины на стенах Иерусалима, чтобы они знали, имели эти знания, от чего уберечь церковь Твою, тело Твоё, детей наших, и до конца это выполнили. Слава Тебе за все, благословидающий ход служения, все, кто будет участвовать, наш Бог, Святой, Великий, Вечный, Отец и Дух Святой. Аминь.